МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показателю регион занял восьмое место в стране и первое в ПФО. Об этом стало известно в ходе встречи ради Хабирова с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, представляющими регион в федеральном собрании. Глава республики подчеркнул, что это по большей части их заслуга. Так в республике выделили 3 миллиарда рублей на капитальный ремонт школ в этом году. Раньше на эти цели в бюджет региона закладывали только по 300 миллионов рублей в год. Ваша главная задача – это обеспечивать стабильность политической системы Российской Федерации, обеспечить общественную политическую стабильность Российской Федерации, обеспечить политический каркас нашей страны и поддерживать все инициативы президента и правительства Российской Федерации. Вот это главная ваша задача. Также за счет федеральных средств в регионе реализуют масштабный инфраструктурный проект строительства восточного выезда. Он включает в себя автодорожный тоннель и мост через реку Уфа с эстакадой. На реализацию проекта привлечено порядка 20 миллиардов рублей. Продолжается работа по строительству и реконструкции мостов. Это реконструкция старого арочного моста из выезда города Уфы в сторону аэропорта. Под него тоже уже выделяется федеральное финансирование. Эти работы уже начаты. Это и продолжение строительства автодороги Бирс-Тастуб-Осадка. Планируется в этом году объезд города Караидель уже завершить. И запустить эту дорогу с новым мостом. Это свяжет многие районы западной части нашей республики. В этом году правительство Башкортостана направило 97 заявок на привлечение федерального финансирования в размере 47 миллиардов рублей. Уже одобрено 78 инициатив на 34 миллиарда. Это на 20% больше, чем годом ранее. Белорусский инвестор компания «Амкадор» определилась с площадкой, где разместит завод по выпуску оборудования для обработки зерна. Производство появится в индустриальном парке «Уфимский». Объем вложений в проект оценили в 1 миллиард 50 миллионов рублей. После открытия завода на нем будут работать более 200 человек. Вторая инициатива инвестора – создание в Октябрьском районе Уфы сервисного центра по обслуживанию различной техники. В ее реализацию направят 100 миллионов рублей. Это позволит создать еще 25 рабочих мест. Инвестиционный комитет Башкортостана присвоил проектам статус приоритетных с предоставлением налоговых льгот. В Башкортостане создадут распределительный центр для сбыта фермерской продукции из личных подсобных хозяйств. Власти республики одними из первых проявили инициативу по созданию нового центра потребительской кооперации. Об этом сообщил президент опоры России Александр Калинин. Создание в стране таких сетей позволит сельхозкооперативам гарантированно получить рынок сбыта, а их товарам место на полке в магазине. Сейчас же логистические центры выстроены крупными торговыми сетями, которые не заинтересованы закупать продукцию у фермеров из частных подворий. Опора России внесла в правительство России предложение о создании механизма кредитования строительства распределительных центров для фермеров под 3-5% годовых. Государство должно максимально усиливать поддержку тех, кто становится самостоятельным человеком в обществе, производит какой-то продукт, либо оказывает какие-то услуги. И таким образом делает дополнительное благо для государства и для людей, живущих в государстве и в мире в целом. В опоре России добавили, что такого рода распределительные центры уже работают по всему миру. Например, в Турции это логистическая компания «Мигрос». Напомню, в этом году на поддержку сельхозкооперативов власти Башкортостана направили более 170 миллионов рублей. Центр радионуклидной терапии в Уфе начнут строить в этом году. Проект одобрила главгосэкспертиза. Объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили представители компании «Русатом Хеллске». Объект заведут на улице Блюхера в Орджоникидзевском районе Уфы за зданием городской клинической больницы номер 18. Общая площадь медцентра составит 6 тысяч квадратных метров. В клинике будет создано 50 рабочих мест. Первых пациентов Центр радионуклидной терапии примет уже в 2024 году. Напомню, проект был одобрен Инвестиционным комитетом Башкортостана в июле прошлого года. Его включили в перечень приоритетных. По словам экспертов, в медучреждения будут лечить пациентов в соответствии с международными рекомендациями. Радионуклидная диагностика позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и находить рецидивы опухоли в кратчайшие сроки и тем самым своевременно начинать химиотерапию. Свыше 250 компаний примут участие в 30-й юбилейной выставке «Газнефттехнологии», которая пройдет в Уфе с 24 по 27 мая. На крупнейшем отраслевом форуме свои достижения и продукцию представят предприятия свыше 30 регионов России. Присоединятся участники из Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Монголии. Экспозиция развернется на двух площадках – закрытой и открытой, где выставят спецтехнику, оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений. Причем 45 предприятий примут участие в форуме впервые. Одновременно пройдут B2B-переговоры. В рамках деловой программы состоится стратегическая сессия, а также будут работать дискуссионные секции, круглые столы и конференции, на которых обсудят основные тренды, вызовы и прогнозы развития нефтегазовой отрасли в ближайшее время. Основная тема, которую мы сегодня ставим – это импортозамещение. Все-таки предприятия и нефтяной и газовой отрасли с этим столкнулись. Если по газовикам, мы эту работу также ведем с 2014 года по импортозамещению, здесь покажем и наши предприятия, то, что они делают, то, что изготавливают в рамках импортозамещения. То же самое по нефтянке, если брать компанию «Башнефть», в рамках открытия будет презентовать запуск нового производства РНК. То есть это катализаторы, тоже проект направлен в рамках импортозамещения. Также на форуме обсудят темы дегазификации, кадровой политики и многие другие. Для участников и гостей предусмотрены технологические туры на промышленные предприятия региона, культурная программа, зоны деловых встреч. Добавлю по оценке экспертов, Уфимская выставка – одно из ключевых событий в нефтегазовой отрасли страны. За 30 лет она стала мощной платформой для презентации новейших технологических процессов и способствует динамичному развитию промышленности с помощью инновационных разработок. Четыре страны подтвердили свое участие во Всероссийском инвестиционном Сабантуе за Урале-2022. Еще от 11 ожидается подтверждение участия. Об этом стало известно в ходе заседания программного комитета. В его состав входит премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, представитель агентства стратегических инициатив торгово-промышленной палаты России, российского экспортного центра. Экспертам предстоит детально проработать программу мероприятий «Инвестсы Бантуя». В этом году он состоится в Сибае со 2 по 4 июня и будет уже четвертым по счету. В рамках деловой программы запланировано пленарное заседание, антисанкционные регионы, новая экономическая реальность, а также стратегические сессии, заседания рабочих групп по вопросам развития экономики Башкортостана и в целом России в сложившейся мировой ситуации. 3 июня в ходе профильных секций и пленарного заседания будут обсуждаться актуальные вопросы при лечении инвестиций, повышения экспортной активности, внутреннего туризма, цифровизации, городской среды, экологии. 4 июня традиционно мы этот день посвящаем культуре, спорту и такому активному образу жизни, поэтому выбираем один из ближайших к Сибаеву зауральских районов, в этом году это будет Байманский район. Ежегодный инвестиционный Сабантуй за Уралья посещает более тысячи гостей со всей России и зарубежных стран. Это представители федеральных и региональных госучреждений, известные государственные и общественные деятели, инвесторы в том числе из Казахстана, Белоруссии, Турции, Узбекистана и Ирана. В этом году по предварительным подсчетам в нем примут участие полторы тысячи человек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.